всем здравствуйте с вами я Людмила Жердева и я расскажу как вязать такую сову вяжется она легко спицами вот такая у меня тушка получается набираем 52 петли на 4 спицы то есть на каждой спице у нас по 13 петель и вяжем 9 сантиметров высотой просто обычной лицевой гладью у меня пряжа alize angora gold секционная там 100 грамм 550 метров вот вяжем высотой и далее нам нужно сделать убавки как делаем убавки провязываем первую петлю далее делаем убавку провязываем вместе и так на каждой спице делаем весь ряд следующий ряд мы делаем уже в конце убавку то есть провязываем и не довязывая три петли делаем убавку и одну петлю провязываем так у нас будут с вами получаться как бы невидимые убавки без бороздок то есть чередуем сначала вначале убавляем потом в конце и так мы делаем убавки до того пока у нас не останется по 5 петель на спицах когда у нас с вами остается 5 петель нас на каждой спице мы просто стягиваем игрушку и у нас получи получится тушка затем набиваем наполнителем тушку плотно не получится потому что сначала нужно немножко ее сшить концом нити просто прошиваем сначала серединку в несколько стежков и добиваем наполнитель сначала вот в одну сторону плотненько потом проходим до середины ниточки чуть-чуть подтягиваем чтобы у нас немножечко как бы лапка подтянулась и далее проталкиваем еще наполнитель добавляем в следующую лапку и зашиваем до конца вот так у нас с вами получилась тушка вот такая вот расправляем еще наполнитель немножко и делаем кисточки кисточки ушки или как они правильно называются примерно нити сантиметров 7 по 5 по 6 штучек складываем ниточки пополам и намечаем где будем делать кисточку значит примерно отступая от серединки вот вправо и влево ну примерно расстояние там сантиметра два подхватываем значит эти ниточки все и через получившуюся петлю с вами пропускаем все эти вот ниточки кончики потом потуже затягиваем вот так вот и у нас с вами получается кисточка следующую кисточку мы также на таком же расстоянии делаем затягиваем вот так у нас получается и теперь обрежем на длину необходимую ну где-то у меня получается наверное 2-3 сантиметра ну уже как бы на ваше усмотрение вот такие кисточки получаются и липучкой распушаем пряжа с сочетанием шерсти поэтому на хорошо начесывается начесали кисточки вот такие они пушистенькие получаются у нас вот далее делаем оформление самой совы глазки носик глазки значит я вырезала фетр круги и приклеивала стеклянные глазки затем сами получившиеся глазки я уже наклеиваю немножко делаю расстояние между ними потому что там будем вышивать носик проклеиваю глазки хорошо чтобы схватилась у меня это клей гель момент кристалл он прозрачный не оставляет желтых никаких следов все мне этот клей очень нравится далее вышиваем носик берем плюшевую ниточку коричневого цвета это ярно от dolce baby у меня немножко она лезет эта пряжа поэтому аккуратненько все делаем между глазками где-то сантиметр-полтора мы делаем в несколько стежков носик вышиваем все делаем аккуратненько потому что пряжа немножко сыпется вот но зато носик получается красивый плюшевый вот так все аккуратненько просто вышиваем получается у нас такой клюв у совы в принципе наверное можно заменить и на другую пряжу это тоже уже на ваше усмотрение мне просто очень нравится как плюшевая смотрится в работе все затянула я узелочек такой вот сделала чтобы никуда ниточка не распустилась и далее просто прячем ниточку выведем ее просто дальше вот так вот и обрежем кончик кончик все у нас с вами получился такая вот мордашка у совы глазки клюв и я захотела украсить карапинками белыми то есть я взяла ниточку камтекс астории она идет с сочетанием шерсти хлопка и в хаотичном движении я просто делаю такие вот вкрапления это просто один стежок делается с небольшим расстоянием и в хаотичном порядке как нравится я уже просто начала вышивать вот так получаются вкрапления крылышки крылышки вяжем значит у нас 11 петель и сразу же делаем убавки в лицевых рядах с краев до тех пор пока у вас не останется три петельки на спицы когда мы уже их просто провязываем вместе вот затем потом просто стягиваем вот этот верх и пришиваем крылышко так как у нас остался кончик вот такой вот я его просто пропускаю сбоку вот таким приемом чтобы мне уже спрятать этот кончик в самой игрушки и все так вот у нас крылышки пришиты вот такая совушка у нас получается симпатичная ставьте лайки пишите комментарии